добрый день друзья гости подписчики канала канала о земледелии с вами посмотрите какая у нас красота друзья сегодня у нас минус 15 минус 15 значит обещает еще два дня такой погодки и к нам придут дожди друзья ну поговорю хотелось бы поговорить не об этом значите буду вкратце я отслеживаю информацию по движению зерна скажем так по ценовой политике два года вот отслеживаю это все и у меня скажем так анализировал ну где совпадала с прогнозами где не совпадала ну речь не об этом в принципе в принципе все то что как бы картина была ясна по урожайности по всему ну сейчас поговорим о цене на зерно значит почему на украине и кругом на мировом рынке идут резкий скачок цен на зерно но как всегда в россии у нас значит продают по одной цене у нас закупает по другой совершенно в разы отличающийся значит и сейчас ссылочку в описании к ролику я сброшу на значит ролик который вышел яндекс дзен оказывается во всем виноваты фермеры от фермеры виноваты вот друзья от этого заметочка обратите внимание фермеры и другие аграрии срывает экспорт зерна это российская газета российская газета пишет об этом что вот вы негодники фермеры срываете поставки зерна простаивают баржи с зерном значит фермеры не отпускают зерно из-за этого им приходится платить тысячи долларов неустойки неустойки вот какие вы несознательные получается еще раз говорю вот она российская газета прочитайте очень интересная статья ознакомьтесь пожалуйста ну я думаю вы каждый сам сделает свои выводы значите экспортеры зерна недовольны тем что аграрии продают дорого зерно с поля по 11 рублей это для них очень дорого то есть надо им еще дешевле им мало денег потому что в россии не растет цена на зерно то есть вернее у фермеров не растет потому что они виноваты но это так нам преподносят фактически фактически если логически мыслить значит и фермеры все все фермеры буквально как там пишут что вот они продержали зерно они разогнали рынок раскрутили значит о том что все зерновые терминалы и элеваторы купили зерно у нас период урожая об этом никто ни слова не говорит сейчас разогрели рынок значит за рубеж они продают очень даже такая хорошая цена значит там уже далеко за 20 рублей они продают но у нас берут они по 16 значит в чем суть оказывается фермеры виноваты ссылочку еще раз повторюсь все полностью пересказывать не буду я оставлю под описанием к ролику ну вкратце вам поясню значит в чем они обвиняют обвиняют в том что фермеры придерживать зерно о том что просил на я компания то есть как бы проходит надо и семена братья удобрения и своими землю обрабатывать и зарплаты работникам платить они об этом ни слова то есть у фермеры они считают кошельков и самое главное они говорят о том что виноваты мелкие фермеры мелкие ну скажем так до тысячи гектар которые имеют а к чему это все ведут я думаю друзья тут не сложно догадаться каждый делает сам свои прогнозы аналитики сам делает значит но они не скрывают к тому что они сейчас от эти все квоты ограничения вводят для того чтобы было невыгодно держать зерно это для тех у кого есть ангары ну как то так друзья то есть на украине значит у них у ребят там справедливая цена на зерно то есть как согласно на мировых рынках там все нормально у нас на порядок ниже и хотят еще ниже то есть получается фермер сам выходит на рынок и говорит вот моя цена такая это по ихним понятиям дешевле я не отдам и они мол возмущаются это экспортеры зерна фактически картина совсем по-другому предстоит вы все это все знаете ну как бы хотелось бы на услышать в комментариях друзья ваши мнения напишите как и чё интересная тема интересная ну ссылочку на данную статью я оставлю в описании к ролику посмотрите его пожалуйста послушайте очень скажем так наталкивает на размышления к информации подталкивает доколе это будет скажем так дно прорывать и когда она прорвет очень интересно очень а о том что значит уже они сейчас прогнозируют значит увеличение урожайности у нас будет площадя посевные якобы у нас увеличились и на тот год вообще шикарно будет о том что гибель на ставрополе 30 процентов посевных площадей по волге еще больше в ростовской области об этом они скромно просто умолчали они сказали что вот наблюдается такая тенденция на урожай мы все равно получим то есть они они получат урожай они все нормально будет о том что крестьяне 50 процентов фермеров отсеялись без удобрений они это не учитывают а почему без удобрений ну тут не трудно догадаться потому что денег нет денег нет на приобретение этих удобрений вот ну как то так значит и чему нам готовится друзья ну я думаю тут каждый сам для себя сделает выводы то есть урожай будет 21 год у нас вот видите снегу сколько это и радует и в то же время как бы наталкивает на определенное размышление то есть получается квоты эти все пошлины будут действовать ну и прозвучала такая мысль что сделаем все для того чтобы христианину не выгодно было держать зерно то есть как бы то ни было позиция такая если есть овца она должна хотя бы хоть клок шерсти дать ну это это личное мое мнение не знаю друзья напишите напишите что вы думаете по этому поводу как бы интересно получается ни к чему не призываю ни к чему просто показываю информацию и ну как бы свое мнение высказал по этому поводу в общем как то так друзья всем всем буквально поздравляю с праздничком с прошедшим и всем желаю хорошего урожая хорошего ну и цены на него потому что в том году позапрошлом году у нас был очень хороший урожай цена была такая же скажем так в том году не было урожая цена снова одинаково какая будет в этом году цена посмотрим друзья самое удивительно что в двухтысячи восьмой десятый год цена была с поля 300 долларов за тонну все друзья на этом прекращаем обзор не прощаемся а говорим до скорых встреч а